— Безопасность, Отто. — не сразу, — ответил гестаповец. — Я хотел знать, насколько вам можно доверять в деловом смысле. — Значит, вы все-таки допускаете возможность его участия в этом деле? — усмехнулся Самарин и, помолчав немного, продолжал. — Тогда послушайте, что скажу я. — Я хоть и молод, но в коммерческих делах толк знаю. Более того, я уже занимался операциями с драгоценностями в Бельгии. Делал это в сотрудничестве с весьма авторитетными людьми, кстати, и с вашими коллегами. — Наши операции принесли им немалую выгоду, не говоря о выгоде и для нашей фирмы, так что я прекрасно знаю, насколько серьезно подобное дело, чтобы с первого знакомства приглашать кого-то участвовать в нем. — Моя ошибка только в том, что я одним предположением о возможности такого дела поделился с господином Фолькштайном и в этом смысле. Я благодарен вам за урок. А теперь я хотел бы одного — прекратить этот разговор и вернуться в Ригу. В машине наступило довольно долгое молчание. Гестаповец смотрел через переднее стекло на море, за спиной у Самарина сопел Фолькштайн. — Да, действительно. Говорить больше не о чем. Сухо обронил гестаповец и завел машину. — До самой Риги. Они ехали молча. Уже в городе гестаповец спросил, — Вам куда? — Если можно, в Альдемарское, 33. У своего дома, уже открыв дверцу, Самарин сказал, обращаясь к гестаповцу, — Прошу прощения за потерянное вами время. Спасибо за доставку домой. До свидания. Естаповец только кивнул. Машина взревела мотором и умчалась. — Фолькштайну можно сейчас не завидовать, — подумал Самарин, входя в колоннадный вестибюль дома. Уже смеркалось. Чувствуя свинцовую усталость, Самарин медленно поднимался по лестнице, и все сильнее его охватывало чувство тревоги. Им явно допущена ошибка. Все, что сегодня произошло, фактически отбрасывало его на исходную позицию первого дня пребывания в Риге. Еще неизвестно, не займется ли этот гестаповец проверкой, кто он такой. Хотелось лечь поскорее в постель, сосредоточиться и хорошенько обдумать все, что произошло. Думая, Самарин постепенно успокаивался. В возникшей ситуации гестаповец ничего экстраординарного обнаружить не мог. Всяческая спекуляция в районах оккупации была развита чрезвычайно. И то, что в нее пожелал включиться немецкий коммерсант, вызывать удивление не должно. Глава шестнадцатая Только Самарин начал раздеваться. В дверях возникла коренастая фигура хозяина квартиры Лейнша. На нем был не сходившийся на груди явно чужой шелковый халат. В руках он держал бутылку коньяка и два бокала. Большой его рот растягивала улыбка. Видно было, что он уже порядком хватил. — Заждался я вас, господин Раух. Сегодня мне исполнилось сорок, и не с кем рюмочку поднять. Вы уж не серчайте, уважьте человека, хотя бы и дворника. Не ожидая приглашения, он уселся за стол и налил в бокалы коньяк. — Ну, как же! — как же! — вяло отозвался Самарин, садя за стол. Это жилье для Самарина было слишком важной его удачей, чтобы сейчас грубо обойтись с хозяином. Они чокнулись. — Прозит! — громко произнес Лейнш и большими глотками осушил бокал. Самарин сделал глоток и поставил бокал на стол. — Не, так нельзя, господин Раух. — Я вообще не пью, господин Лейнш. Я больной человек, мне нельзя. — Ну, нельзя так нельзя, это я понимаю, и все же с живым человеком посижу. Я страшно устал. Самарин стал развязывать галстук, давая понять, что он хочет ложиться спать. — Деловые вы, немцы! — Ох, деловые! — покачал головой Лейнш и снова наполнил свой бокал. — Уважаю я вас, немцев, и учусь. — Братьям своим говорю. — Глядите, что делают немцы, и мотайте на ус. — И Гитлер ваша большая голова. — Вот за него я и выпью. — А вы? Самарин поднял свой бокал и тихо произнес. — Айль Гитлер? — Гляди, — засмеялся Лейнш. — Как за Гитлера так пьете? — Дисциплина! — Это мне любо. А то вот у нас был Ульманис, тоже вождем назывался. Русские его взад коленом вышибли из замка, и никто по всей Латвии даже не поперкнулся. Был вождь и нет вождя, и будто все так и надо. — А немцы своего Гитлера, о-о-о! Лейнш поднял вверх толстый указательный палец и потряс им в воздухе. Он выпил еще бокал, вытянул босые ноги, с которых свалились тапочки, и принялся скрести свою бугристую грудь, задумчиво смотря в стену. — Вот и с евреями вы здорово придумали, — снова заговорил он. — Всех под корень, а их добро себе. — И правильно. Пожили, господа хорошие, в свое полное удовольствие их хватит. Дайте пожить другим. — Главное, чисто это делать надо, чтобы дыму не было. Он посмеялся, скидываясь всем телом, и продолжал. — Наши рижане опомниться не успели, как их в гетто. Там сбоку-набок не перевернулись их, в бикернек, без разбора пола и звания. А как они жили, как жили? Вся Марьинская улица, одни их магазины. Все, и все богатые магазины, опять же ихние. Сунься, что продать, опять в их руки попадешь, обдерут, как молодую липку. Нет, это... Это вы здорово провернули с умом. Самарина жгла непереносимая ненависть к этой развалившейся перед ним скотине. Ненавистен был и его густой голос, и его пухлые руки, и вылезшие из халата грудь, и его льдистые глаза. Самарин молчал. А только всего вы не сожрете, вдруг сказал Лейнш со злостью. Не-е-е, не сожрете. И вам надо знать, что жрать, а чего не трогать. Францию сожрали? Хорошо. Россию жрете? Спасибо. А вот нас не трожьте. А то что получается? Брат у меня вчера был. Рассказывает, третьего дня явились на хутор ваши. Забрали лошадь и корову. Дали бумажку, вроде как расписку, а ею и подтереться нельзя, такая маленькая. Он, наваля с грудью на стол, уперся в Самарина злыми глазками и добавил. Ошибка эта — нас трогать. Русские у вас перед носом. А мы сразу за вашей спиной. Соображаете? Глаза у него потухли. Он устало откинулся на спинку стула. Самарина осенила. Он встал и сказал, отчеканивая каждое слово. — Не могли бы вы объяснить, как понимать, что вы сразу за нашей спиной? — А что тут объяснять? — ответил Лейндж и стал запахивать свой расхлыставшийся на стороны халат. — Нет, господин Лейндж. Вы высказали прямую нам угрозу. И я вас прекрасно понял. Мы для вас, оказывается, хороши, пока вы безнаказанно можете присваивать чужое имущество по праву, принадлежащее Германии. А когда наша победоносная армия обратилась к вам за минимальной помощью, вы нам угрожаете ударом в спину. Загорелое лицо Лейнша стало серым. Он пытался встать и снова плюхнулся на стул, потом стал с него соскальзывать, точно собирался пасть на колени, но, ухватившись за стол, с трудом удержался и поднялся на ноги. — Я так не думал, я так не думал, — бормотал он. Мой вам совет — не пытаться обменивать на корову хорошее отношение к вам немецких властей. Это кончится для вас плохо. А сейчас убирайтесь. — Господин Раух, умоляю вас, я докажу, я докажу, идите проспитесь, я буду считать, что вы были пьяны и не ведали, что болтал ваш язык. Лейнш бросился к Самарину и стал хватать его руку, норовя ее поцеловать. Самарин оттолкнул его. — Убирайтесь! Лейнш медленно повернулся и, волоча ноги, вышел из комнаты. У Самарина кружилась голова. Он выключил свет, сдернул с окна штору и, распахнув его глубокими глотками, пил свежий воздух. Его начала трясти противная мелкая дрожь. На ощупь он прошел к кровати и упал на нее ничком. Подвернувшись под грудь рукой, он ощущал частые толчки сердца. Не хватало воздуха. И вдруг перед ним из стемени возникло задумчивое лицо Ивана Николаевича, и он услышал его спокойный голос. Рассказ Ивана Николаевича Урванцева — Я скажу тебе теперь, что в работе разведчика самое трудное. Риск, опасность — все это само собой. Сейчас о другом. Вот, скажем, возьмем мою ситуацию в Париже. Кто я такой? Поручик царской армии, один из громадного пестрого стада поручиков, полковников, генералов, великих князей и прочих их сиятельств, выброшенных из России революцией, большевиками. Но я среди немногих везучих имею в Париже собственную лавочку, которая спасает меня от нищей судьбы, от поиска хлеба насущного. И это предоставляет мне время для выполнения моих обязанностей разведчика. Но чтобы успешно вести эту работу, я обязан быть в глазах окружения идейным белогвардейцем, беспредельно преданным своему знамени. А что это значит? Надо вести себя, как весь этот сброд, и будто их мысли — мои мысли. А это нелегко, можешь мне поверить, быть точно таким же, как все они, и одновременно быть разведчиком, членом нашей славной коммунистической партии, которая доверила тебе важнейшее государственное дело. Сверх всего, мне надо быть мужем горячо любимой жены и отцом маленького сына, которые остались дома в России, и о которых я все время думаю, испытывая при этом расслабляющую душу нежность. Значит, что же получается? Что я все время живу двумя жизнями одновременно, а имею для этого одно сердце, одни нервы, одну душу. И вот это самое тяжелое. И оно длится день за днем, месяцы, годы. Поверь мне, это самое тяжелое, а не какой-то там минутный риск. Но двойное расходование всех жизненных сил — это только физиология, твое физическое состояние, но должен быть в тебе какой-то центр. Он, наверное, в мозгу, который ведает соединением этих двух жизней и делает это так тонко, что два электрических полюса при соединении не дают видимой другим искры. А этот центр тоже не из железа. Однажды у меня этот центр вдруг забуксовал. Страшно вспомнить. В Марселе у меня была назначена встреча с одним мерзавцем, капитаном Ивлевым. У Врангеля он был в контрразведке и заслужил там кличку «Беспощадный». Обожал лично пытать наших и придумал свою казнь под названием «Семь одному». Это означало все семь пуль наганов одного человека. Но первые шесть выстрелов не со смертельным исходом в ногу, в плечо, в живот и только седьмая в голову. Так вот он и в эмиграции, находясь в Югославии, продолжал работать у того же Врангеля, в его контрразведке. И лично расстреливал офицеров, заподозренных в измене белому знамени барона. Ну а потом он хапнул из запасов Врангеля какие-то драгоценности, иконы, чаши, кресты и бежал во Францию. Здесь он украденное реализовал, и в припортовом квартале Марселя, населенном проститутками и уголовниками всех мастей, откупил подвальный кабак, превратив его в контрабандный центр. Сам Ивлев вел разгульную жизнь, и среди белого офицерства его знали многие, так что факт моего обращения к нему вызвать у него особого удивления не мог. Ну а зачем он мне понадобился? Наша разведка узнала, что главари Ровса ведут с капитаном переговоры о засылке его в Советский Союз с террористическим заданием, и мне было приказано выяснить реальность этой ситуации. — Вровсе выяснить это мне не удалось. Дела там, естественно, очень крепко секретили. И тогда я решил поехать к самому Ивлеву, попытаться все выяснить, так сказать, из первых рук. Предлог для встречи придумал элементарный, но для того мира жизненный. Хочу, мол, ликвидировать свой магазин и вложить капитал в какое-нибудь выгодное дело. И на правах офицерского братства обращаюсь к нему, так сказать, за советом. Рекомендацию мне дал один белый полковник, с которым Ивлев был знаком еще по гражданской войне. Ну вот я и поехал. Не так-то просто было добиться у Ивлева свидания. Он дьявольски осторожен. Создал возле себя личную охрану из уголовников, пройти через которую не только трудно, но и можно при этом голову потерять. Чтобы пробиться к нему, пришлось пройти через цепочку его подручных, и каждый подвергал меня хитрой и опасной проверке и потом передавал другому. Но ничего, все шло удачно, и человек из последнего заслона, тщательно меня обыскав, глубокой ночью повел меня по Марселю к месту встречи. Наверное, целый час мы петляли по узким улочкам, и где состоялась встреча, потом я установить не мог. Вошли мы в ночной кабак близ порта, спустились в темный вонючий подвал, вроде какой-то склад. Мой проводник отодвинул ящики от стены. Там оказалась дверь, которая в то же мгновение открылась. Я вошел в небольшую комнату без окон. Стены метровой толщины, сплошь завешаны коврами, даже под сводчатым потолком пологом висел ковер. Капитан Ивлев сидел в кресле за ломберным столиком, кивком пригласил меня сесть на стул. У стены довольно долго он молча рассматривал меня, на его тонком лице блуждала ухмылка. — Чем обязан? — спросил он, наконец, тихим голосом. Я изложил ему свою просьбу и прибавил, что, конечно, больше всего мне хотелось бы вложить свои деньги в какое-нибудь его дело. Выслушал он меня и молчит. И вдруг говорит. — Судя по тому, как ты упорно лез ко мне, можно предположить, или ты действительно хочешь заработать, или ты человек полиции, или, что тоже вполне возможно, из ГПУ. Мгновение, думаю, вскакиваю и наотмашь бью его по физиономии. Но раньше, чем моя рука достигла его лица, он наносит мне удар в предплечье, да такой, что я потом целую неделю не мог поднять руку. А он смеется. — Ты мне нравишься, с характером. Ладно, забудем, сколько у тебя денег. Я называю ему сумму раз в десять больше, чем та, которую я в действительности располагал. Он сделал такой жест, будто смахнул со стола мои деньги и говорит. — Дорогой ты мой, я ежемесячно больше плачу полиции, чтобы она плохо видела и слышала. Так что твои деньги для меня копейка с дырой. Но ты мне нравишься, и поэтому я тебе помогу. — На будущей неделе ко мне приедет из Италии один тип, ему нужен надежный человек в Париже, и, если ты ему понравишься, он возьмет тебя в компаньоны. А дело у него тоже золотое. Оставь мне свой адрес, и о делах хватит. — Как там наши в Париже? — В общем, бедствуют, — говорю. — Ну, ты же не бедствуешь. Мне повезло, были деньги начать дело. Многие до сих пор верят, что понадобится Ровсу, а тот подогревает их веру нищенскими подачками. — Идиоты! — Вровсе, — говорит он, — собралась куча дерьма, а главное, все они ополоумели. — Представляешь, является сюда ко мне один из них. — Россия, — говорит, — знает вас, как беспощадного врага большевиков. — Поезжайте, — говорит, — в Москву, — и пристрелите парочку кремлевских воротил. — Ни одного видишь, дай им парочку. И за это солидный куш. Ну, видал полудурков. Я сказал нет. И объяснил, на кой мне их деньги, чтобы передать их ГПУ, когда чекисты меня сцапают. А он мне говорит, трусите. Ну, тогда я позвал своих ребят, и они его вышибли отсюда, как пробку из шампанского. Но каковы? А? Меня, Ивлева, обвинить в трусости, сволочи в засаленных мундирах. Да для меня нет высшей счастья, как прикончить красного. Сколько я их на тот свет отправил, не счесть. Мы даже зимой сцапали одного местного красного. Он тут в порту воду мутил. Но притащили его сюда, мои ребята, вот в эту комнату, и я ему сделал семь одному. Так у меня потом целую неделю душа пела. А они, Ивлев, трус. Когда он это сказал, я сперва только отметил про себя. Так вот, оказывается, кто убил французского коммуниста о таинственном исчезновении, которого писали газеты. А в следующее мгновение со мной начало твориться неладное. Забуксовал тот самый центр в мозгу. Вот чувствую. Еще секунды, и я его задушу. Начали дрожать ноги, потом дрожь пошла выше по всему телу. В голове гул, колокола. Я уже начал вставать, но какая-то сила швырнула меня назад на стул. — Тебе что, плохо? — спрашивает Ивлев. — Очень. Он нажал кнопку, и мгновенно появились два архаровца. — Доктора сюда живо! — приказал Ивлев. Явился доктор. Пожилой человек, на Чехова, между прочим, похожий. Ивлев ему говорит. — Что это с ним? Припадочный, что ли? — Уложили меня на кушетку. Врач расстегнул на мне рубашку, послушал сердце, поднял веки, заглянул мне в глаза, согнул мне ноги, и я не сопротивлялся. В это время центр уже начал работать, и я понимал, что страшного срыва я уже избежал. — Эпилепсией болели? — спросил врач. — Да, — ответил я, — но уже десять лет, как припадков, не было. — Дайте ему коньяку, — сказал врач, и ушел. Ивлев открыл сейф в стене, достал оттуда бутылку мартеля, налил полстакана, дал мне. — Пей, горемыка, это от всего спасает. Мелькнула мысль, не опасно ли пить? Но все же выпил, и странное дело, будто не коньяк по мне растекся, а сам покой. Я сел, застегнул рубашку, извините, говорю за беспокойство. — Бывает, — обронил Ивлев, — и сказал своим архаровцам, проводите его. Я его больше не интересовал. Впрочем, и он меня тоже. И я подумал, что о своем отношении к заданию Ровса он сказал правду, а больше мне от него пока ничего не нужно было. Запомни, Самарин, эту историю. Я рассказал тебе о самом тяжелом в профессии разведчика. О необходимости жить двумя жизнями, расходуя на них силы, которые природа дала тебе на одну жизнь. И главное — четко управлять собой в обеих жизнях. А я вот тогда все-таки сорвался. Ну, а с этим негодяем Ивлевым вскоре рассчитались. Недели через две читаю среди газетных происшествий. В Марсельском порту из воды извлечен труп русского офицера-эмигранта Ивлева. Грозная сила, наше братство. Помни всегда об этом. Нет на земле такого места, где не было бы коммунистов, готовых насмерть постоять друг за друга и за общее наше святое дело. Самарин начал раздеваться. Все пришло в норму. Раскрыв постель, он забрался под одеяло и уже совершенно спокойно обдумал свое поведение перед тем, как началось это. Хорошо получилось, — подумал Самарин, — что он поймал Лейнша на неосторожном слове и пуганул его. В эти секунды, как через клапан, вышла ярость, которая раздирала его душу и могла толкнуть бог знает на что. Вы правы, Иван Николаевич. Это очень трудно. Сразу жить двумя жизнями. Незаметно для себя Самарин заснул. Глава семнадцатая Вокруг Самарина образовался какой-то тревожный вакуум, из которого вот уже третью неделю он не мог выйти. Было крайне важно выяснить, произошло это по его вине или так сложились чисто объективные, независящие от него обстоятельства. Отто Фолькштайн не давал о себе знать, и неизвестно, отошел ли он от дела вместе со своим родственником из гестапо, или они выдерживают время. Между тем они были пока его единственной привязкой к здешнему миру немцев. И если они отпадут, все надо начинать сначала. Иван Николаевич не раз говорил ему, что движение разведчика вперед может происходить только через полезных делу конкретных людей. Даже когда разведчику удается прочно внедриться в самую гущу полезной ему среды, он и там сможет успешно действовать только благодаря связям с конкретными людьми этой среды. И в этом смысле Фолькштайн для начала, как самая первая зацепка, оказался полезным уже тем, что он вывел Самарина на своего родственника из гестапо, но затем все застапорилось. Но не торопимся ли мы, дорогой товарищ Самарин, а может уже начать сближение с Осиповым, Самарин вспоминает, что о нем говорил Иван Николаевич. О чем и как с ним говорить — дело неисповедимое. Очень мало мы о нем знаем. Осенью ему должен исполниться 41 год. Его отец в 17-м году эмигрировал в Германию. До этого работал в русском генеральном штабе. В Германии тоже служил по военной части. Сам он уже в Германии получил юридическое образование, а затем был взят на работу в Абвер. В Риге он ведает русской агентурой и ведет работу против Советского Союза. По показаниям абверовских агентов, схваченных нашей контрразведкой, установлено, что Осипов пользуется на своей службе большим авторитетом. Вот и все, что мы о нем знаем. Но если он, русский, дослужился у них до такого ответственного поста, значит, это человек умный и профессионал разведки, и любая ловушка им уже продумана. С того дня, когда мы узнали о нем от пленного Абверовца, я много думал об Осипове и решил, что, может, самым верным будет сделать ставку именно на его ум. Всякий умный человек одним сегодняшним днем жить не может. Значит, он неизбежно должен задумываться над всем ходом его жизни и ее перспективой. Он все-таки русский, а это значит, что в Абвере, несмотря на все его положительные качества, он проходит вторым сортом. Он это знает, чувствует каждый день и не может об этом не думать. Дальше. Хорошо, зная ход войны и что принципиально ее замысел не состоялся, он не может не думать о вполне реальной возможности поражения Германии. А что это будет означать для него, русского, служащего врагам России, которая окажется победительницей? Он думает об этом. Думает, черт возьми. Помнишь показания того пленного Абверовца насчет конфликта Осипова с командованием Абвера еще в сороковом году по поводу вербовки агентуры в нашей стране? Он высказывал тогда осуждение, что при вербовке самой большой трудностью окажется коммунистическое настроение населения. И предлагал, по крайней мере, для начала пользоваться кадрами из русской эмиграции. Его позиция была резко раскритикована начальством, главным образом генералом Лахузеном. И тогда же в Абвере был разработан известный тебе программный документ, в котором предлагалось при вербовке русской агентуры в России применять обычные методы — страх, подкуп, карьера и тому подобное. Теперь он мог убедиться, что был тогда прав, с вербовкой у нас надежной агентуры из русских Абвер не справился. И вот здесь как раз и может оказаться начало ниточки, ведущей в запутанный клубок его судьбы. — Но прежде чем потянуть за эту ниточку, тебе нужно настолько приблизиться к нему, чтобы возникновение разговора на эти темы стало естественным. Сначала мы думали подбросить тебя к нему в качестве агента-добровольца из лагеря военнопленных, отказались от этого, так ты мог проскочить мимо него. Надо сближаться с ним непосредственно. Между тем информация о рижском адресе Осипова подтвердилась. В первом же разговоре с хозяином квартиры Лейншем Самарин искусно подвел его к этой теме, и тот сказал, — Живет такой, живет! Он покачал головой. — Непонятный мне, господин. — Вроде он какая-то ваша большая шишка, а русский. — Этого не может быть, — сказал Самарин. — Я говорю вам с полным знанием. Ордер на квартиру ему был подписан главным интендантом города. Каждое утро ему подают к дому машину, а в опросном листке он своей рукой проставил. — Русский! Вот вам и не может быть! Самарин уже установил, что Осипов каждый день уходит из дома на работу в восемь утра, всегда, точно в восемь. Уже несколько раз он наблюдал за ним из окна, располагая одной минутой, пока Осипов шел от своего подъезда до общего вестибюля дома. Рост выше среднего. Лицо русское, с широким вздернутым носом, белесые брови, округлый подбородок, а походка уже немецкая, фигура выпрямленная, шаг точно размеренный. В форме Самарин его ни разу не видел. Сейчас он носил светло-серый двубортный костюм, всегда хорошо отглаженный, и такую же светло-серую шляпу, чуть надвинутую на лоб. И Самарин решил, не откладывая, осуществить случайную встречу с ним. Ровно в восемь утра Самарин вышел из своего подъезда во двор и так рассчитал свой шаг, чтобы на главную каменную дорожку выйти одновременно с Осиповым. Это получилось. Самарин поклонился, и тот ответил кивком. Они пошли рядом. Помнится, философ какой-то назвал город скопищем разобщенных людей, смея, сказал Самарин по-немецки. Мы с вами, кажется, живем под одной крышей, и только раз встретились. Осипов посмотрел на него скошенным взглядом. Это сказал не философ, а знаменитый немецкий юрист Франц фон Лист. Кстати, он там же предостерегал от опасности спонтанных знакомств. Этого разговора хватило, чтобы миновать двор, общий вестибюль, и выйти на улицу, где Осипова ждал автомобиль. Уже открыв дверцу, он кивнул Самарину, а тот ему. И все. А теперь надо было подумать, почему он сказал об опасности спонтанных знакомств, об опасности вообще или для него, Самарина. А может, он имел в виду себя. Так или иначе, знакомство вроде состоялось, а вроде и нет. А проводить другую такую же случайную встречу было уже неразумно. Самарин бесцельно прошел по своей улице до центра, свернул на бульвар, там он сел на скамейку у канала, смотрел рассеянно по странам, думал. Во время подготовительных занятий там, в непостижимо далекой Москве, Рига представлялась ему плененным, раздавленным оккупантами городом, в котором всякая нормальная жизнь остановилась. На самом деле, город внешне выглядел совсем не так, и город жил. Вот рядом с Самарином уселась на скамейку седенькая бабушка, с ней маленький мальчик, наверное, внучонок. Визжа от восторга, мальчик показывал на плавающего возле берега черного лебедя. Бабушка строго говорит ему что-то по-латышски, наверное, чтобы не подходил близко к воде. А на мостике через канал стоят, обнявшись с парень и девушка, смотрят в воду, и говорят о чем-то. А по ту сторону канала видна улица, по которой мчатся автомобили, но это уже немцы, оккупанты и их машины. Над городом поднимается утреннее солнце, в небе летят легкие белые облака, летят на восток, и их вскоре увидят наши бойцы на фронте. А кто-то увидит их, как Андрей Болконский, умирая на поле боя. На дорожке вдали появились два немца. Оба в светлых мышиного цвета кителях и полугалифе, заправленных в высокие блестящие на солнце сапоги, фуражки с высокой тульей. Они приближались, шагая медленно, и совсем не по-немецки, расслабленно. Вот увидела их и бабушка зовет внука Артур, Артур. Мальчик неохотно подходит, жмется к ее коленям. Она обнимает его, точно прикрыв собой. Офицеры остановились как раз возле скамейки. Глядя на лебедя, перебросились фразами. Помнишь Версальский парк? Там дворцы. Они посмотрели на бабушку и мальчика. Один из них подмигнул мальчику, и тот ему улыбнулся. Мой поменьше, сказал подмигнувший. И они пошли дальше. Бабушка долго смотрела им вслед. Потом повернулась и в пол голоса точно про себя сказала, что ты сердито по-латышски, и отпустила внука, который снова побежал к лебедю. Самарин подумал, знай я латышский язык получше. Поговорил бы с этой бабушкой. Так интересно, что же она думает о сегодняшней своей жизни. Но для этого знания языка было у него недостаточно. Он стал вспоминать известные ему слова. Нет, разговора не получится. Надо продолжать учить слова. А жизнь вокруг тепла бесшумно, спокойная и мирная. Иван Николаевич говорил, — Разведчику крайне опасно подходить к чужой жизни с готовой схемой. Это может страшно усложнить работу. Вот ты будешь действовать в Латвии. Вроде наша советская республика. Но была-то она нашей республикой всего один год, и ты уже знаешь, как там все сложно. Помнишь? Наш консультант латыш говорил тебе, даже не на каждого рабочего в Риге можно слепо положиться. Он назвал тогда завод ВЭФ, где в буржуазное время было немало рабочей аристократии, избалованной весьма приличными заработками, и где коммунисты в это время успеха не имели. А на заводе рядом, кажется, в Айроксе. Совсем иное дело. Не забудь об этом там. Помню, я в середине двадцатых годов попал во Францию и увидел веселый, прямо-таки беззаботный Париж. А где классовая борьба, где звери полицейские? Понадобилось время, чтобы добрался я и до классовой борьбы, и до зверей полицейских. Но еще долго не мог я понять, почему подавляющее большинство парижан, как ни в чем не бывало, живут в своем капиталистическом мире. А все очень просто. Для них эта жизнь образовалась не сегодня и воспринимается ими как единственное возможное и во всяком случае она им привычная. А ведь моя юность — это революция. Железная уверенность, что мировая революция произойдет завтра, и Франция для меня — это баррикады парижской коммуны, — это революция, которая была здесь вчера. А там, как мне вначале показалось, этой революцией и не пахло, и жил народ неплохо, по секрету, как бы не получше, чем мы. Так на кого же мне тогда здесь опираться? И одно только ясно — Франции и французов я не знаю, а надо знать. Немало времени прошло, прежде чем я увидел и след революционных баррикад, и героев коммунистов, их революционную борьбу, и одновременно понял, что завтра мировой революции не будет, и что пока нам надо защищать свою, октябрьскую, от ее врагов во всем мире, в том числе и от обосновавшихся здесь, помня, однако, что наше октябрьское начало мировой, несмотря ни на что. И вот на то, чтобы все это понять, потребовалось время, а у тебя его будет в обрез, и на полный курс социальной алгебры тебе рассчитывать нечего, а при ускоренном курсе только одно пособие — наблюдательность и точный анализ. Приучи себя анализировать казалось бы самые незначительные свои наблюдения. Ну, в отношении фрицев тебе все будет ясно, но в подходе к ним нужна своя алгебра. Мы с тобой об этом говорили. А в отношении латышей алгебра нужна каждому. Наверное, довольно долго ты будешь иметь только один явочный адресы только одного нашего человека, хотя подполье там довольно активное, но пока связывать тебя с ним нельзя, только этот один. И хотя латышские коммунисты дали этому человеку железную характеристику, все же будь осторожен. Прежде чем войти в тот дом, изучи все вокруг внимательно и придирчиво. За прошедшее с начала войны время мало ли что могло с тем человеком случиться. Вдруг его уже взяли, а дома у него засада, а может пока они взяли, но держат под наблюдением, мало ли что, а вдруг он потерял веру, пошатнулся. Но если все в порядке, то когда ты с ним свяжешься, он поможет тебе разобраться и в обстановке. Бабушка, сидевшая на скамейке рядом с Самарином, позвала внука, и они собрались уходить. Уже взяв мальчика за руку, она обернулась к Самарину, улыбнулась и сказала по-латышски какие-то, увы, незнакомые слова. Самарин тоже улыбнулся ей, но свой пока скудный запас латышских слов не тронул. Ну вот, анализируй Самарин, кто и что эта бабушка в нынешней ее жизни. Она за немцев или против? Все-таки она не за них. Увидев офицеров, она позвала к себе внука и прикрывала его, как от чего-то опасного, пока они не ушли. Но тут может быть и очень простое. Они чужие, малые и понятные люди. А почему же малопонятные? Она же должна помнить немцев восемнадцатого года. Тогда они здесь тоже не церемонились. Но она может помнить и карательные отряды графа Орлова в 1905 году. Те изверствовали здесь беспощадно. И может быть, эта бабушка, если бы на дорожке появились не немецкие, а русские военные, точно так же позвала бы внука и держала его при себе. Но вполне возможно и совсем другое. Отец внука, ее сын или зять, коммунист и эвакуирован в Советский Союз, и тогда с этой бабушкой можно было бы поговорить и по-русски. чертова алгебра скучи неизвестных. Самарин принял решение сейчас же сходить по тому заветному адресу латышского коммуниста. Нет-нет, сегодня он только посмотрит улицу, дом и всю обстановку вокруг. Улица Мартас 5. Это недалеко. Вся улица метров четыреста, не больше, видна из конца в конец, это хорошо, а вот и дом 5, здесь и живет Гуннер Рудзит. Надо войти во двор, и там прямо перед тобой его подъезд. Но сегодня Самарин во двор не заглянет, разве только с улицы посмотрит через ворота, есть ли там прямо перед ним подъезд. Да, есть. И все точно так, как ему описали. Да есть ли там Рудзит? Самарин вышел на перекресток довольно оживленной улицы и остановился у витрины, замалеванной белой краской. Где-то вдалеке взвыла резкая прерывистая сирена. Ее звук приближался. Мчали с мотоциклы с колясками, передней с воющей сиреной. Сидевшие в колясках немцы повелительным жестом останавливали встречное движение и машины послушно жались к тротуару. Вслед за мотоциклами двигалась похоронная процессия. Впереди военный автомобиль, амфибия, с приспущенным фашистским флагом, за ним грузовик без бортов, на площадке которого стоял гроб, также покрытый флагом. Потом одна за другой двигались три легковые машины с офицерами и, наконец, еще один грузовик, в котором плотно сидели солдаты в касках с автоматами на коленях. Необычность была в том, что похоронная процессия двигалась быстро. Самарин наблюдал людей, стоявших рядом с ним на тротуаре. Хоронят немца. Как они на это смотрят? Смотрели сурово или, пожалуй, угрюмо, как всегда смотрят люди на любые похороны. И только две девушки, стоявшие у него за спиной, переговаривались о чем-то и смеялись. Самарин оглянулся на них. Они умолкли и медленно пошли по тротуару, не глядя на процессию. Да, поди и знай, что думают сейчас все эти люди. Алгебра, алгебра. И вдруг Самарин слышит за спиной «Рау, хвыли!» Обернулся. Перед ним стоял молоденький гестаповец в новенькой необношенной форме. «Не узнаете?» смеялся гестаповец. Самарин узнал. Это был его спутник по товарному вагону, когда он ехал из Литвы в Ригу. Ганс Вальрозе. Вальрозе! «Ну, конечно!» «Здравствуйте!» «А я тоже смотрю, вы или не вы, но потом все же решил, вы куда направляетесь?» «Никуда. Смотрю, город. Да вот увидел похороны, и что-то грустно стало. Да-да. Наш танкист, старший офицер, три дня назад прибыл из Германии из отпуска, застрял на пару деньков в Риге, а вчера ночью его нашли в парке с ножом в спине. Все та же дерьмовая война красных из-за угла. Жалко, конечно, не смерть это для настоящего солдата. Самарину вдруг стало так весело, что он с огромным усилием подавил улыбку. «Уже приступили к своим партизанским делам?» спросил Самарин. «Нет», подмигнул Вальрозе, «благодаря Богу и отцу я из этой чертовой коляски выскочил. Оставлен здесь и зачислен в здешнее гестапо, пока без должности и потому гуляю, где вы остановились». Снял комнату, «а я в отеле. У моей службы здесь свой отель». «Знаю», рассмеялся Самарин, «я с поезда явился в этот отель и вдруг вижу за стойкой портье офицера гестапо, я так и обомлел». «Боитесь нашего брата, а зря служба как служба». «Между прочим, тоже можно получить нож в спину». «Да не то, что боюсь», улыбнулся Самарин. «Я со всякой полицией стараюсь иметь дела пореже». «Ну, а как идет ваша коммерция? Плохо. Слишком близко война, чтобы здесь процветала коммерция. Пытаюсь, однако». «Я так рад нашей встрече. Ну, не души знакомых». «Те мои товарищи, с которыми я ехал, уже воюют с партизанами, но с девчонкой одной из местных уже познакомился. Билетерша в кинотеатре, но никак не могу приручить». Он засмеялся. «Тоже боится нашей формы». «Хотите пойти сегодня со мной в ресторан лучшего здесь отеля? Умоляю, пойдемте. Еда и питье там отменные. Джаз из Германии». «С удовольствием». «Давайте ваш адрес. Я заеду за вами в девять часов, по-военному в двадцать один ноль ноль». Остаток дня Самарин решил провести дома. Надо было продумать переход на новую схему внедрения, минуя Фолькштайна и используя Вальроза. Подумать об этом как следует не удалось, хозяин квартиры позвал к телефону. Звонил Отто Фолькштайн. Настойчиво просил встретиться сегодня же вечером. «К сожалению, не могу. Я сговорился провести вечер с моим другом из Гестапо», сухо ответил Самарин. «Кто это такой?» тревожно спросил Фолькштайн. «Я же такого странного любопытства к вашему другу или родственнику не проявлял. Могу заверить, вы его не знаете». Долгая пауза. «А вы не можете отложить это свидание, почти жалобно?» спросил Фолькштайн. «Нет». «А что случилось?» «Нам надо увидеться. Очень важно. Я зайду к вам завтра на работу». «Когда?» «Не знаю. Я буду ждать. Вы не пожалеете?» «Мне нечего жалеть, кроме своего потерянного зря времени». «До завтра». Самарин вернулся в свою комнату. Итак, зашевелился Фолькштайн. Но что же он еще изобрел? Посмотрим. Вальрозе заехал за ним на такси ровно в девять. Самарин ждал его на улице, решил свою квартиру, пока ему не показывать. «К сожалению, моя девочка украсить наш стол отказалась», оживленно рассказывал Вальрозе. «Она сегодня работает, но я уверен, что она просто испугалась, но, может, это и к лучшему». «Все, что не делается к лучшему», усмехнулся Самарин. «Теория утешительная, но опасная. Ее исповедует мой отец. И он только раз усомнился в ней, когда на одной сделке потерял крупную сумму». Вальрозе принялся хохотать. «Вот-вот я именно про это и думал». Такси остановилось у оперного театра. «К подъезду отеля нам нельзя», пояснил таксист, не оборачиваясь. Он и деньги взял, не оборачиваясь, протянул руку через плечо. Когда они вылезли из машины, и она сорвалась с места, Вальрозе, глядя ей вслед, сказал «Негодяй». «Даже смотреть на нас не хочет». «Жаль, номера его не запомнил». «Ладно, пошли». Ресторан находился при отеле, явно предназначенном для высшего начальства. У подъезда целые стады больших легковых машин, вестибюли, ковры, кожаные кресла, пахло кофе и дорогим табаком. В ресторане очевидно не было свободных мест, у входа толпились военные, но Метродотель, как только увидел гестаповскую форму Вальрозе, заулыбался и громко объявил, обращаясь к нему, заказанный вами столик ждет. Когда они сели за стол, Вальрозе сказал «Я, между прочим, стола не заказывал». «Метродотель тоже боится вашего брата», рассмеялся Самарин. Заказывал еду и напитки Вальрозе. «Сегодня мой день», говорил он жадно, вглядываясь в пухлое меню. «Новая служба, новая форма, новая жизнь». Размакнулся он солидно. Стол ломился от разнообразной дорогой еды, коньяк, французский, вино итальянская. «Нигде так не видны наши победы, как за таким столом, верно?» «Не хватает только русской икры», сказал Самарин. «Ничего, мы закажем ее в Москве». Они сидели уже второй час. Самарину приходилось всячески изворачиваться, чтобы не пить вровень с Вальрозы. И, наконец, он сказал, что больше ему просто нельзя. Пришлось напомнить про порог сердца. Вальроза между тем нагрузился порядком. И ему уже было все равно, пьет или не пьет Самарин. «Долго еще будешь в Риге?» спросил он, перейдя на «ты». «Не знаю». «Не уезжай, прошу тебя. Ты славный парень, с тобой интересно. Все зависит от того, как пойдут дела. Может тебе помочь? Мы и моя служба везде имеем авторитет. Скажи мне, где нажать, кому вправить мозги, и все будет сделано. Если понадобится, обращусь. «Обязательно». «И не уезжай, прошу тебя. Ты знаешь, я такой счастливый, что не попал туда». Он неопределенно показал рукой в сторону и уточнил «в русское пекло». «Знаешь, я выиграл жизнь, жизнь». Он одним духом осушил бокал вина. «Не уезжай, мы с тобой хорошо проведем время, отлично погуляй». «Тебе хорошо, у тебя дела в порядке», отозвался Самарин. «У меня все мимо, да мимо». «Ты только скажи, кого надо пугануть, раз, раз, и дело сделано, скажи только». Они ушли из ресторана около двух часов ночи. Вальроза мотала из страны в сторону, и Самарину приходилось его поддерживать. На улице он стал куражиться, приказывал каким-то шофером везти его домой, а когда те отказывались, грозил им вызовом в гестапо. Вспомнив, что до отеля гестаповцев совсем недалеко, Самарин потащил его домой. Они шли по совершенно безлюдной улице, и Вальроза громко разглагольствовал о грозной мощи гестапо. Возле отеля стояли двое гестаповцев. Самарин подумал, что Вальроза может сейчас нарваться на неприятность. Но нет. Как только он увидел своих коллег, в нем мгновенно проснулся немец, исконный раб дисциплины. Он высвободился из рук Самарина и прямой как палка прошел мимо гестаповцев в отель, забыв даже попрощаться с Самарином. Глава восемнадцатая Скоро Самарин должен был встретиться со своей радисткой. Ее звали Ирм Гордей Сауле Скаалне. Имя хоть и сложное, но красивое. А вот о ней самой этого не скажешь. До жалости некрасивая девушка. Худющая, нескладная какая-то. Лицо оттянуто вниз крупным носом, тяжелый подбородок, а над ним стиснутые тонкие губы, точно она навсегда на что-то обижена. Широко расставленные светло-серые глаза смотрят холодно, настроженно. Их познакомили в Москве. Когда Самарин сказал Ивану Николаевичу о своем впечатлении о внешности радистки, тот как-то странно посмотрел на него и ответил «Мы тебе не невесту подбирали». И рассказал «Кто она? Это некрасивая девушка». Она на пять лет моложе Самарина, из батратской семьи. Сама работала с пятнадцати лет и училась, в буржуазной Латвии работала в комсомольском подполье в городе Лиепае. Была арестована, брошена в тюрьму, совершила дерзкий побег и вернулась в подполье. После июньского переворота сорокового года пошла работать на швейную фабрику. В первые же дни войны вступила в рабочий батальон и до осени была в нем пулеметчицей. После ранения осталась в военном госпитале, медсестрой. Оттуда ее взяли на курс радисток. Первая их встреча была короткой. Всего и дело у них было, что выучить для будущей их встречи в Риге два варианта парольного разговора. А спустя три дня Иван Николаевич сказал, что Ирмгардей уже переброшена в партизанский отряд, действующий в Белоруссии, вблизи латвийской границы. Оттуда она с радиостанцией свой срок будет переправлена в Ригу. Ровно в полдень они встретятся в заранее обусловленном месте, на углу улиц Ключевой и Марьинской. Их встреча одна минута, пароль, она сообщает свой адрес и все. И это будет означать, что с этого дня Самарин имеет связь с Москвой. До встречи остается двадцать один день. И с каждым днем Самарин думает о ней со все большей тревогой и волнением. Не для того ему с такими трудностями готовят связь, чтобы он сообщил в центр о том, что толком еще ничего не сделал. Но торопить события нельзя. Самарин все-таки решил с Фолькштайном увидеться. Нужно было окончательно решить, действовать ли ему вместе с ним или немедля переходить на другой канал. Наконец было просто опасно резко оборвать это знакомство. Фолькштайн знал его адрес, телефон, мог со злости напакостить. Но теперь у него появился Вальрозе. Он может получить должность, где окажется полезным Самарину, и тогда с ним следует начать совершенно новую игру. К Фолькштайну Самарин зашел уже в конце дня. Тот встретил его, как старого друга, с которым долго не виделся. Ах, Раух, ну нельзя же быть таким обидчивым, суетился он, усаживая Самарина. Хотите кофе, сигарету? Мне бы хотелось не терять попусту время, холодно обронил Самарин. Вы уже ведете дела? обеспокоенно спросил Фолькштайн. Если я буду бездельничать, отец прикажет мне убраться отсюда. К счастью, не все в Риге вмешивают в коммерцию гестапо. Ведь ничего особенного не произошло, воскликнул Фолькштайн. Просто Граве неправильно вел разговор с вами. Он сам это признает и, по-моему, готов извиниться. Меня то он поставил просто в дурацкое положение. Но я, хоть и постарше вас, на него не обиделся. Я знаю, у людей этой службы так уж устроены мозги. И без паузы спросил. Вы от той своей идеи отказались? Почему? Пожал плечами Самарин. Я решил вести это дело кустарно. Кто-то продал, я купил. И добавил с усмешкой. И никаких акционерных компаний. Напрасно, напрасно, Раух, поддержка такого человека, как Граве, означало бы для вас очень много. Допустим. Но тогда какова ваша роль? У меня своя роль, мгновенно ответил Фолькштайн. Граве обеспечит нам безопасность, а мы с вами будем обделывать дела? Так. Во-первых, выяснена фамилия гестаповца. Во-вторых, судя по всему, Фолькштайн с этим Граве уже обдумали даже построение дела. Самарин помолчал и спросил, но может ли ваш Граве действительно обеспечить безопасность? О, существенный вопрос, воскликнул Фолькштайн и непонятно рассмеялся. Вы же не знаете, кто он, мой Граве? Фолькштайн уже готов был похвастаться. Кто же он, его Граве? Но остановился. Словом, если мы с вами хотим иметь поддержку и защиту, в том деле, Граве для этого идеальная фигура, можете мне поверить. Но нам снова надо встретиться втроем. Самарин молчал, думал. Совершенно ясно, что Граве клюет. Если в гестапо у него действительно какой-то значительный пост, эту линию надо развивать. Но следовало потом отделаться от Фолькштайна. Этот болезненно жадный к деньгам и не очень умный господин может испортить все дело. Но пока он нужен. Вы должны мне сказать, какое положение у Граве в гестапо, сказал Самарин. От этого зависит наша с ним встреча. В глазах у Фолькштайна смятение молчит. Очевидно, ему разрешено сказать о Граве только то, что он уже сказал. Но может его можно заставить говорить? Самарин встал. Господин Фолькштайн, у меня сегодня еще очень много всяких дел. Сядьте, прошу, у вас, взмолился немец. Самарин продолжал стоять. Граве работает у штурмбан фюрера доктора Ланге. В конечном счете все гестаповцы работают у него, усмехнулся Самарин. Он его личный адъютант по связи с рейхс комиссаром Лозе. Самарин, продолжая стоять, долго молчал и, наконец, спросил. Где и когда мы можем встретиться? Сегодня в двадцать три часа. Где мы с вами будем ждать его возле вашего дома. Хорошо. Самарин посмотрел на часы. Я уже опаздываю. До свидания. Я приду за десять минут до встречи, крикнул ему вслед Фолькштайн. Самарин шел по улице энергичным шагом действительно опаздывающего куда-то и очень озабоченного человека. Одно из двух. Или дело наконец тронулось вперед, или ловушка. Но вряд ли ловушка, тогда, пожалуй, иначе вел бы себя Фолькштайн. И наконец граве для этого незачем было пользоваться услугами Фолькштайна. Вернувшись домой, Самарин, может быть, целый час ходил по комнате, обдумывая все возможные вариации разговора с граве, придумывал убедительные доводы для тяжких сделки, если тот ринется на пролом. На случай, если граве снова начнет интересоваться фирмой Раух и сын, воскресил в памяти все детали легенды, касавшейся фирмы, которая, между прочим, существовала на самом деле и давно была зарегистрирована в Гамбургском кредитном банке. Понемногу он успокоился, собрался с мыслями. До встречи оставалось около четырех часов. Не раздеваясь, прилег на постель. Иван Николаевич говорил, что сон для разведчика это зарядка нервного аккумулятора. И черт те что ему приснилось. Будто он и его спутник по скитаниям в белорусских лесах Карандов, взявшись за руки, идут по зеленому лугу. Но почему-то это выглядело элегически замедленно, даже красиво и совершенно безопасно. Будто войны нет. А они с Карандовым просто гуляют по зеленому лугу, освещенному косыми лучами солнца, и вокруг поют птицы. Даже смешно стало, когда проснулся. до встречи оставалось чуть больше часа. Самарин побрился, принял душ, надел свежую рубашку. Иван Николаевич говорил, что аккуратность во внешнем облике помогает разведчику быть более собранным и аккуратным в поведении. Без пяти минут одиннадцать Самарин вышел из дома. У подъезда уже стоял черный Мерседес Граве. Он сидел за рулем, а возле машины с его стороны стоял Фолькштайн. Они о чем-то возбужденно разговаривали. Это нечестно, донесся до Самарина повышенный голос Фолькштайна. Они его увидели. Граве распахнул переднюю дверцу со стороны тротуара. Прошу. Самарин сел в машину. И она тут же тронулась. Фолькштайн остался на тротуаре. Я решил, что лучше нам поговорить вдвоем, объяснил Граве, когда они немного отъехали. Самарин промолчал. Неужели вся-таки ловушка? Спокойно. Спокойно. Вы только не думайте о нем плохо, сказал Граве. О ком? Притворился непонимающим Самарин. О Фолькштайне. Он нам пригодится. Но знаете, у него большая семья, и он так хочет заработать, что это лишает его рассудительности. А дело, которое вы предлагаете, немыслимо без трезвой деловитости, не так ли? Самарин посмотрел на Граве и сказал с улыбкой, между прочим, я тоже чертовски хочу заработать. Граве рассмеялся. И я тоже. Он вел машину быстро, уверенно, видимо, точно зная дорогу и куда она должна привезти. Вскоре Самарин понял, что они едут по направлению к Межапарку. И там, в Межапарке, Граве также уверенно сделал несколько поворотов и остановил машину перед маленькой виллой, белевшей сквозь заросли сирени. Выключив мотор, он откинулся на спинку сидения. Здесь я живу. Ни одно окно виллы не светилось. Они поднялись на крыльцо, сложенное из бугристых камней. Граве отпер дверь и вошел первым. В передний вспыхнул свет. Они прошли в большую комнату с полукруглым эркером. Граве опустил маскировочную штору и зажег люстру. Обстановка в комнате была простая, стены голые. Заметив, что Самарин осматривает комнату, Граве сказал, «Эту виллу занимал какой-то красный бонзо, и, очевидно, он презирал роскошь. Но так как я здесь только ночую, и то нерегулярно, меня это не волнует. Садитесь». Граве показал Самарину на кресло возле низкого столика и, открыв стоявший тут же холодильник, достал из него какие-то бутылки и тарелку с нарезанным ломтиками лимоном. «Пьянства, однако, не будет», сказал он, «тем более, что Фолькштайн говорил, что у вас неважно с сердцем, где это вы успели его надорвать?» «Врожденный порог от покойной матери», ответил Самарин. Граве тоже сел к столику и наполнил рюмки коньяком. «Чисто символически», сказал он и, не прикасаясь к рюмке, без паузы заговорил о деле. «Удалось вам найти здесь что-нибудь стоящее?» спросил он. «Пока только сущую безделицу небрежно ответил Самарин. «Юргенсон?» мгновенно спросил Граве. Самарин удивленно уставился на него и молчал. Граве рассмеялся. «Маленькая шалость с моей стороны!» «Я знаю, что вы были дома у этого ювелира. Кстати, вас видели с одним нашим офицером, это ваш знакомый. Вы вели его в отель как верный и заботливый друг». Граве снова рассмеялся. «Ну, что вы так смотрите на меня? Я же все-таки из гестапо. Если я собираюсь вступить с вами в деловые отношения, я должен знать о вас хоть что-то». «Навел справки, даже о вашей фирме, и все это естественно». Самарин подумал, как хорошо, что он в последние дни изображал попытку связаться с местными коммерсантами. «На какой вопрос вам отвечать?» спросил он сухо. «Сначала о нашем офицере». «Мы вместе с ним ехали сюда из Германии. Словом, случайный попутчик». «Вы ему о своей идее сказали?» «Нет, конечно». «Прекрасно». «Теперь о том, что вы имеете от Юргенсона». «Ничего». «Он, наверное, до сих пор дрожит, думая, что я из вашего учреждения. С ним невозможно было разговаривать. Я все время боялся, что у него выпадет вставная челюсть». Граве сказал. «По нашим сведениям, он собирается уехать в Швецию. Там у него брат. «Значит, так ничего вы у него и не нашли?» Самарин усмехнулся. «Раз вы все знаете, приходится сознаться. Одну вещицу я у него купил». Самарин достал из кармана портмоне и вынул из него завернутое в папиросную бумагу золотое колечко с маленьким риллиантом. оно было из его московских запасов, и он уже давно таскал его с собой на всякий случай. Граве внимательно осмотрел колечко и даже поднял его к свету, чтобы увидеть игру камушка. Положив его на стол, сказал. «Очень милая вещица, ну и что же вы будете делать с ним?» «Это уже прерогативы отца. А он что будет делать?» «Ну что вы опять так на меня смотрите?» «Вы что же хотите, чтобы я сделал донос на отца?» изумленно сказал Самарин. «Послушайте, Раух, так мы не сможем нормально поговорить. Мои вопросы к моей службе не имеют никакого отношения. Не улыбайтесь, пожалуйста, я говорю правду». Самарин видел, что он злился. «Можете вы мне тогда объяснить, чем вызваны эти ваши вопросы? Любопытно, какое оправдание вы придумаете?» «Хватит, Раух!» вдруг почти крикнул Граде и тоном пониже добавил «В конце концов мы можем...» «Можете, можете». И вот это уже правда, прервал его Самарин. Оба помолчали немного, играли, рассмеялся. «Отец говорил мне, не женись на баварке, умрешь от ее упрямства». «Хорошо, подойдем к стене с другой стороны». «Как бы вы реагировали, если бы купить ценности я предложил вам у меня». Самарин видел, что он не шутит. «Я бы спросил, какие именно?» и поинтересовался ценой. Спокойно ответил Самарин. «Допустим, что вещи и их цена вас устроили». «Это разговор абстрактный?» помолчав, спросил Самарин. «Пока да, но через минуту он может стать конкретным». Самарин пальцами изобразил перед собой тюремную решетку. «Вы имеете в виду это?» «Вы просто невыносимы», вздохнул Граде. «Отец всю жизнь учит меня осторожности. Но раз разговор пока абстрактный, отвечу, я бы у вас эти вещи купил». «Но в случае необходимости оперировать большими суммами, я съездил бы домой проконсультироваться с отцом». «Да оставьте вы в покое вашего отца». «Но вот какое обязательное условие. Сделка только за иностранную валюту». «Какую именно?» спокойно спросил Самарин. «В мире остались две авторитетные валюты доллар и фунт. Кроме нашей еще, конечно, вскользь обронился Марин. Естественно, также вскользь согласился Граве и добавил. «Ну вот, в данный момент мы находимся на рубеже абстракции и конкретности. от вашего ответа зависит, перейдем ли мы этот рубеж». Помолчав немного, Самарин сказал, «Извините, но тут уж без отца я ничего решить не могу, не имею права, и это я надеюсь вы понимаете». «Как вы с ним снесетесь?» спросил Граве. «Во всяком случае не по телефону или телеграфу, это понятно». «Но как же еще?» «Это все еще абстракция?» улыбнулся Самарин. «Нет, началось дело», серьезно ответил Граве. «У нас с отцом есть договоренность. Если у меня здесь возникнет какое-нибудь крупное дело, мы встретимся с ним в Берлине. При необходимости он вместе со мной может приехать сюда». «Сколько на это потребуется времени?» «А куда вы торопитесь?» спросил Самарин. «Если дело крупное, оно требует обстоятельности, а не спешки. Может, поскольку рубеж мы перешли, вы хотя бы приблизительно скажете о размерах сделки?» «Сделка немаленькая», повел головой Граве. «Хотя вопрос». «Подобная сделка» «Сделка» улыбнулся Граве. «И торопиться действительно не следует. Давайте завершим этот наш разговор таким образом». «Подобная сделка в принципе возможно, да?» «Во всяком случае в ней нет ничего невозможного», ответил Самарин. «Нечто подобное наша фирма и в Брюсселе делала». «Я нашим разговором доволен», сказал Граве. «Вы что-нибудь сообщите отцу». «Ну, пока сообщать просто нечего», пожал плечами Самарин. «Отца может интересовать прежде всего характер и размер сделки». «Об этом мы будем говорить в следующий раз». «Когда это будет? Хотя бы примерно?» «Дела у меня тут и тут плохо, а бездельничать не в моем характере, и тем более не в отцовском». «Неделя через две», ответил Граве. Глава девятнадцатая Гроза ворвалась в мучительный сон Самарина. Он видел то, чего в жизни с ним никогда не было. Будто стоит он посреди необозримой горящей степи, а мимо него с грохотом, обдавая жаром, проносятся черные танки с белыми крестами на башнях, из которых выглядывают высунувшиеся по пояс и хохочущие танкисты. И где-то поблизости духовой оркестр играет веселый марш. Танки шли лавина за лавиной. Каждая новая лавина, казалось, мчалась прямо на него, вот-вот вдавит его в землю, но в последнее мгновение лавина перед ним размыкалась, и танки мчались дальше. И это продолжалось долго-долго. Он проснулся, точно вынырнул из-под воды, тяжело дыша открытым ртом. Откуда эта чертовщина? И вспомнил. Вчера он слышал радиорепортаж о немецком наступлении в России. Они рвутся к Волге. Было слышно, как ревели и стреляли танки. Репортер восторженно описывал горящую степь. И все это сопровождалось маршеобразной музыкой. Черт бы их побрал! Около полуночи, когда ложился спать, он, погасив свет, раскрыл окно и в комнату пахнуло предгрозовой духотой. Сейчас гроза буйствовала над городом. Комнату беспрестанно заливало голубым трепещущим светом, и с неба рушилось грозное громыхание, а дождя еще не было. Воздух точно спрессованный, дышать тяжело. Часы показывали начало третьего. Вряд ли он заснет еще. Ведь уже наступил день его встречи с радисткой Ирмгардей. Сегодня начнется его совершенно новое самоощущение. Все будет вроде так же, как было вчера, но где-то рядом уже будет радистка, будет связь с центром, с Иваном Николаевичем, и это не может не изменить восприятие им всего происходящего. Иван Николаевич рассказывал об этом. Я начинал работать, когда радиосвязи у разведчиков не было. Радио, телеграф, передатчики появились позже. Это было поначалу очень сложное, громоздкое и тяжелое на вес хозяйство. Оно могло нормально работать, будучи прочно стационарным. Обычно такой центр связи оборудовался в какой-нибудь нейтральной стране, и через связных он обслуживал нескольких разведчиков. Обычно на связь в обоих направлениях уходило не меньше недели. Сейчас совсем другое дело. Но я хочу сказать тебе кое-что о психологическом аспекте. этого вопроса. Еще до войны руководитель фашистской военной разведки адмирал Канарис спустил в ход такую фразу «Разведчик без регулярной связи похож на деньги, зарытые в землю. А как известно, деньги, которые ни в обращении, ничего не стоят». Канарис любил крылатые фразы. Наверное, эта фраза была ему нужна, чтобы выколотить побольше средств на радиосвязь. И надо признать, их агентура сейчас радиосвязью вооружена хорошо. Первую половину адмиральской фразы можно принять. Да, зарытые в землю деньги. Однако вторая половина фразы абсолютно неверна. Зарытые деньги. Действительно, не в обращении, но объективную ценность они все же имеют. Так же и о разведчике без связи нельзя сказать, что он ничего не стоит. Я бы разведчика без связи сравнил с миной, заложенной под объект и ждущей включения взрывного контакта. Причем мина эта обладает любопытным свойством. Чем дольше она лежит под объектом, тем все больше нарастает ее взрывная сила. Но есть предел, когда взрывная сила перестает нарастать и даже начинает уменьшаться. Предел этот зависит от характера задачи, стоящей перед разведчиком, и фактора времени. Может даже так случиться, что когда пришла возможность включить взрывной контакт, в самом взрыве уже нет необходимости. Но возможность взрыва могла наступить и вовремя. И тогда разведчик, долгое время бывший без связи, все равно свое задание выполнит. Одна из твоих задач — фиксация преступлений оккупантов как раз такого характера. Ты вообще можешь обойтись без радиосвязи. Знай, собирай материал и храни его для будущего суда над мерзавцами. Но для работы по изучению обстановки радиосвязь тебе необходима, ибо разные детали обстановки мы должны получать от тебя оперативно. Мы предпримем все, чтобы ты получил связь в назначенный срок. И вот тут будет у тебя один очень важный психологический нюанс. Проработав месяц и без связи, ты привыкнешь действовать самостоятельно. И вдруг получена связь. Остерегись, чтобы у тебя не возникло ощущение, будто с этого дня тебе станет легче. Это будет опасной ошибкой. Что произошло для тебя с получением связи? Ты стал вдвойне опаснее для врага. Но и вдвойне повышается твоя ответственность за каждый шаг, за каждое решение. Не дай тебе бог занять позицию. Теперь, мол, легче. Центр укажет, центр посоветует. Радиосвязь тебе дается не для того, чтобы устраивать совещание с центром. Идеальная связь с разведчиком выглядит так. Ты центру важнейшее сообщение, центр тебе спасибо. Ты центру интересную идею, центр тебе добро и какое-то поручение. И оба молчим. А в это время их посты подслушивания пусть мучаются, ищут. Да, конечно, у разведчика чуть не каждый день возникают вопросы, требующие безотлагательного ответа. Перебрасывать все эти вопросы нам глупо. мы тут не оракулы и не можем знать всех окружающих тебя обстоятельств. Надо на большинство вопросов искать ответы самому, а нам задавать те, когда ты уверен, что разрешить их можем только мы. И пусть никогда не придет тебе в голову воспользоваться связью с целью подстраховки себя на случай неудачи. А то у нас уже в этой войне был случай. Забросили мы одного разведчика с радистом на Украину и стал он нам слать депеши, которые начинались так. Прошу санкционировать замысленную мной следующую операцию. Излагал план операции и в конце жду санкции. А вся намеченная им операция сводилась скажем к тому, что у него возникла мысль выяснить настроение местного священника, чтобы в благоприятном случае привлечь его к работе. Но сам подумай, что мы ему могли ответить? В общем, пришлось прибегнуть к помощи действовавшего там подпольного обкома. Товарищи ему мозги вправили, и тогда он начал работать как надо. Помню всегда. Связь дана тебе для того, чтобы пользоваться ею только тогда, когда без этого нельзя обойтись. Разведчик — это такой единоначальник, и у него столько прав и возможностей все самому решать, что никакой генерал с ним сравниться не может. И пусть у тебя никогда не будет опасения, что я думаю о тебе как о бездельнике, если твоя рация работает не каждый день, и я не знаю о каждом твоем шаге. Кроме всего прочего, чем чаще работает рация, тем врагу легче ее запеленговать. И вместе с тем радиосвязь приближает тебя к нам, и это для дела безгранично важно. все это самарин умом сейчас понимал, но все же мысль, что сегодня от него протянется ниточка к центру, к Ивану Николаевичу, так его волновало, что больше заснуть он не мог, лежал с открытыми глазами. За окном продолжала громыхать гроза, но самарин уже ничего не слышал, он радостно думал о том, что сегодня в его жизнь входит новое самоощущение. Да, да, Иван Николаевич говорил, дело предостерегал его от плохого, от ошибок. Самарин уже не раз тревожно ощущал здесь свое одиночество, особенно, когда надо было принимать решение. Но он не уподобится тому товарищу, который просил санкстую на знакомство с попом, однако сознание того, что когда это будет действительно необходимо, он сможет связаться с Москвой, придаст ему новые силы и большую уверенность в себе. Самарин стал обдумывать текст своей первой шифровки в центр. Связь прибыла. Так он хотел начать радиограмму, и тут же эти слова мысленно вычеркнул. Об этом скажет сам факт получения его радиограммы. А что же сообщить? Если бы было можно, Самарин передал бы в центр целое радиописьмо. Такое примерно. Дорогой Иван Николаевич, исходный тезис целиком подтверждается, они действительно хотят обогащаться. Я помню, как мы с вами разговаривали с пленным фашистским офицером, помните того кающегося полковника, и как он сказал, что еще в ходе французской кампании в нравственности и психологии немецкого офицерства произошли какие-то, как он выразился, пугающие изменения. А в России он обнаружил у своих офицеров уже откровенно циничный меркантилизм. И тогда вы спросили у него, это коснулось всех военных? И он ответил, если офицеров гестапо тоже считать военными, то, может быть, это не коснулось их? Вы спросили, почему? И он ответил, что эта служба в современной Германии совершенно особая, туда подобраны фанатики идеи. А когда полковника увели, вы сказали, помните, он ошибается. Дело в том, что когда идея реализуется посредством самого вульгарного разбоя, неизбежно обратное действие, а так как фанатики, о которых он говорил к этому разбою ближе всех, они должны раньше других пасть на колени перед золотым богом, только у них больше возможностей это скрыть. Если рядовой солдат немецкой пехоты засовывает в свой вещмешок, взятую в белорусском доме, ничего не стоящую иконку, эти господа захотят засовывать в свои мешки нечто куда более ценное. Вы правы, Иван Николаевич. Из двух гестаповцев, которых я тут узнал, один уже лезет в мою коммерцию, но дальше начинаются неожиданности и сложности. Я их не боюсь, но самому разобраться в них трудно. Гестаповец, о котором идет речь, работает в аппарате начальника гестапо Остланда Ланге и осуществляет связь своего шефа с местным рейхскомиссаром. Фигура не очень крупная, но для всего дальнейшего возможно перспективная. Он предложил операцию совершенно противоположного свойства. Не он покупает у меня ценности, а я у него, причем должен расплачиваться с ним долларами или английскими фунтами. Такого хода я не ожидал, но удивление не выказал. Я думаю, что дело тут в следующем. Слушайте меня внимательно, Иван Николаевич, и поправьте, если будет нужно. трудно мне обмозговать эту ситуацию в одиночку. У него никаких других, кроме награбленных, ценностей быть не может. Он понимает, что это ясно всем, и поэтому не хочет в будущей своей жизни заниматься реализацией своего достояния, но получать за них рейхсмарки он тоже не хочет. Почему? Марка-то не в упадке. Цена ей с житейской точки зрения очень высокая, тогда зачем ему доллары? Вы как-то говорили, что когда их военные дела запахнут поражением, они все свои высокие идеи по дешевке продадут на любую иностранную валюту. Но ведь нет же еще никакого поражения. Наоборот, их газеты о нынешнем их летнем наступлении пишут так, что мороз по коже, когда читаешь. Не сегодня-завтра победа. Сегодня я прочел, что Растия рассечена надвое, а после такой операции еще никто не выживал. А мой гестаповец хочет сбыть награбленные ценности и хочет получить за них доллары или фунты. Я даю этому объяснение такое. Безотносительно к ходу войны он хочет сбыть награбленное, чтобы выглядеть потом человеком с чистыми руками, но одновременно. И опять же, чтобы все выглядело чисто. Он хочет иметь в своей кубышке валюту, пришедшую к нему как бы с другой стороны войны, и новое объяснение я найти не могу. Такова неожиданность. А теперь о сложностях. естаповец прервал переговоры со мной, когда мы подошли к определению масштаба сделки и предложил вернуться к переговорам через две недели. Я предполагаю, что в сделку он вступает не один, а того второго в Риге сейчас нет. Я не знаю, какая другая причина могла заставить его так точно определить именно двухнедельные каникулы в наших переговорах. Предполагать, что их больше, чем двое, я думаю, не следует. В такое дело могут вместе влезть не более как два безгранично верящих друг другу человека. Но не понадобились ли ему эти две недели, чтобы провести более тщательное, чем до сих пор наблюдение за мной, или, не дай Бог, не решили ли они получше проверить мою фирму там, в Германии, какая-то ее проверка уже сделана. Так или иначе, мне сейчас надо мистифицировать всякую другую коммерческую активность. Что же касается возможности проверки в Германии, тут я сделать ничего не могу и обязан положиться на точность и обоснованность этого эпизода моей легенды. Но допустим, через две недели он назовет мне размер сделки, нужной ему валюты у меня как вы знаете нет и вряд ли я смогу ее здесь добыть. Для того, чтобы получить ее от вас может пройти слишком много времени. Радистка должна прибыть сюда как раз через две недели. Пока я сообщу о валюте вам, пока вы сможете прислать ее мне, могут пройти не недели, а месяцы. Даже понимаю, как все это сложно, но как мне тогда быть. После того, как узнаю размер сделки, я, конечно, буду тянуть время, сколько смогу. Может, придет даже мистифицировать мою поездку за советом и валютой к отцу в Германию. В общем, буду тянуть, но излишняя затяжка может вызвать подозрение. Причем, в лучшем случае, они могут подумать о коммерческой несостоятельности фирмы, или, учитывая мою посвященность хотя бы в одно их желание совершить такую сделку, они могут меня попросту убрать. Тем более, что сделать это им ничего не стоит. Так что очень прошу вас операцию с доставкой мне валюты провести как можно оперативнее. Беспокоюсь, можете мне поверить не о жизни и смерти собственной персоны, а о деле, которое я должен сделать. Трудно, Иван Николаевич, очень мне трудно. И хотя я во вторую жизнь вошел вроде прочно, но работой своей недоволен. Единственное конкретное, что я делаю, собираю материал об обстановке в городе и о преступлениях фашистов в Латвии. Тут я кое-что уже знаю. Фашисты провели в Риге чудовищную акцию по ограблению и уничтожению местных евреев. Речь идет о массовых убийствах, хотя точных данных я пока не имею, выясняю. Побывал в районе еврейского гетто. Сейчас это совершенно мертвый район города, обнесенный высоким заграждением из колючки. Я почти час наблюдал издали, и за это время за колючкой увидел только одного старика, который вышел из дома и рылся в земле. Хозяин квартиры, где я снял комнату, порядочная сволочь, он связан с полицией, он сказал мне, что евреев несколько ночей возили на расстрел и заключил завидливо. Вот от кого добра осталось. Продолжается охота на коммунистов и в тех, кто служил советской власти. Недавно в городе был обнаружен с ножом в спине их танкист-офицер, я видел похороны. А спустя три дня мой хозяин рассказал, что в полиции слышал, что до того танкиста в местной центральной тюрьме расстреляны тридцать заложников. Есть и другие приметы, что подполье здесь действует. Так вот обстоят дела, дорогой Иван Николаевич. Но такого радиописьма Самарин отправить в центр не мог. Леж тем время уходило. Он сел к столу и стал работать над текстом первой шифровки. Он написал ее в нескольких вариантах, редактировал, сокращал, писал заново. Уже удалилась недовольна ворча-гроза, прошумел короткий щедрый ливень, за окном теплился мутный рассвет, когда он закончил шифровку своего донесения. Информация об адрите Хамелеона подтвердилась. Хамелеон кодовое обозначение Осипова. Живу в том же доме. Состоялось случайное шапочное знакомство соседей, дальнейшее продумываю. Установлен контакт с незначительным по званию молодым офицером гестапо, который был моим попутчиком по дороге из Литвы сюда, теперь он здесь ждет назначения. Он сын какого-то крупного, работающего в Берлине нацистского чиновника, точно его должность пока не знаю, но он спас своего сына от посылки в Белоруссию на борьбу с партизанами, хотя тот закончил специальные для этого курсы. Коммерция привела к знакомству с малоинтересным офицером из местного интендантского подразделения Фолькштайном, а через него с его родственником, гестаповцем Граве, работающим в аппарате Ланге, адъютантом по связи с местным рейхском миссариатом. Веду переговоры о покупке у него ценностей понятного происхождения, но он хочет получить только западную валюту. Размер сделки пока неизвестен, сообщит в ближайшие дни. Судя по всему, с ним будет еще один участник сделки, из-за отсутствия которого в Риге он не сообщает размер сделки. Привет, Максим. Перед словом «привет» он остановился, не лишнее ли оно, но все же написал его. Это для Ивана Николаевича он поймет и простит. Максим, его кодовое имя, предложил его Иван Николаевич. Во-первых, это было имя отца Самарина. Во-вторых, сказал, улыбаясь Иван Николаевич, будешь всегда вспоминать Максима из кинофильма, который не боялся никаких трудностей. Из песней прошел через огни воды и медные трубы. С момента, когда радиограмма была написана и зашифрована, время словно остановилось. Самарин прямо физически ощущал, как ползла каждая минута. Заняться каким-нибудь делом он не имел права. Мало ли, что могло в это время случиться, и что вдруг помешало бы ему прийти на встречу с радисткой. Он даже к телефону решил не подходить. Правда, по условию, радистка еще три дня в то же время будет приходить в условленное место, и потом, через десять дней, снова придет туда еще два раза. Но эта предусмотрительность была совсем не на тот случай, если Самарин опоздает на первую встречу. Едли говорит точно, схема повторных выходов радистки на место встречи была разработана только для того, чтобы иметь возможность окончательно убедиться, что его Самарина уже нет. Он снова лег в постель. Может, все-таки удастся заснуть. Куда там? Мозг прямо требовал работы. Ну, что ж, займемся анализом, прогоним еще раз оба разговора с Граве, проделаем это замедленно с остановками. Итак, как начался первый разговор с Граве там, на Рижском взморье? Первой его фразой было «Да, точно, я уже думал, что гвалт у тебя». Не значит ли это, что он мог это допустить так, как считает своего родича на такое способным? Затем, затем, да, зачем задыхаться в этом ящике с дымом? И последовало предложение прокатиться в его машине. Дым, конечно, предлог для поездки. Он не хотел вести деловой разговор в комнате. Осторожный тип. Так минуту за минутой, фразу за фразой восстанавливал Самарин ту встречу, строго проверял свое поведение, каждое свое слово. С первой встречи покончено, там все в порядке. И вторая. На вилле, Граве, в Межа, парке. Внимание! Здесь все, буквально каждое слово и жест, невероятно важно. Тут начинается или дело, ради которого Самарин послан сюда, или... Но пора идти навстречу с радисткой. В одиннадцать пятнадцать он вышел из дома, проверил, нет ли за ним наблюдения. Все вокруг было чисто. Без пяти минут двенадцать он увидел Ирм гордей. Она шла по ключевой к перекрестку с Марьинской и по той стороне, где он должен был оказаться ровно в двенадцать часов. На ней был темно-серый летний плащ. Ее белые волосы были завиты по немецкой моде, над лбом возвышался валик, а сзади волосы спускались кольцами к плечам и по нижнему краю были подвернуты внутрь. Самарин смотрел на нее несколько удивленно, он видел ее красивой. Но вот и она увидела его и улыбнулась чуть-чуть одними сжатыми губами. Они стояли рядом перед витриной магазина, их плечи соприкасались. Улица Марта спять, сказала она тихо, не отворачиваясь от витрины. Ясно, тихо отозвался Самарин с приездом. Он тронул ее руку, она чуть повернулась к нему и, осмотревшись, взяла из его руки сжатую в комочек бумажку и тотчас ушла. Самарин смотрел ей вслед. Она удалялась по Маринской улице к центру и шла неторопливо и спокойно. Вот и все. Радиосвязь есть. Самарин рассмеялся, сам не зная чему. Нет, все-таки тому, что он сегодня получил связь. Это здорово, что есть связь. Ирм Гордей сказала улица Марта спять. Виталий знает этот адрес. Там живет подпольщик Рудзит. Самарин уже просматривал и эту улицу, и этот дом. Сегодня же Самарин к нему зайдет. В Москве ему дали этот адрес и сказали, после прибытия радистки в Ригу зайдешь, познакомишься с ним и все. Но если радистка в строк на явку не придет, все равно спустя две недели зайди к нему, он скажет тебе, как будет со связью. Самарин предупрежден, что нужно приходить после семнадцати часов. Времени до этого еще много, и Самарин решает зайти Фолькштайну в интенданство. Фолькштайна появление Самарина так обрадовало, что он даже забыл поздороваться. «Как дела, дорогой Раух, вы чудесно выглядите!» «Дела не радуют», сухо ответил Самарин. «Отец ругает меня последними словами. Могу вас заверить, что грады действуют», торопливо в полголоса заговорил Фолькштайн. «Как раз вчера из Берлина вернулся и...» Он запнулся и умолк, поздно сообразив, что выбалтывает лишнее. «А при чем здесь кто-то еще?» Уцепился за это Самарин. «Совсем нет, совсем нет», пробормотал Фолькштайн. «Просто граве ждал этого сослуживца, чтобы высвободиться от некоторых своих дел, а пока его не было, граве просто не мог урвать время для встречи с вами». Торопясь, сбивчиво объяснял Фолькштайн, и было видно, что он неумело врет. «Объяснить все это отцу я не могу. Отец считает, что я устроил себе курортную поездку, и он прав». «Но он должен понимать, что серьезное дело требует серьезной подготовки», возразил Фолькштайн. «Весь вопрос серьезное ли дело? Не окончится ли оно мыльным пузырем? я могу сказать одно. Граве все время говорит об этом деле, но именно потому, что оно серьезное. Он тоже не хочет остаться в дураках и продумывает условия сделки, а для этого необходимо время». Самарин помолчал, думая, что фраза «не хочет остаться в дураках» тоже свидетельствует о том, что Граве может быть всего лишь посредник, а главное лицо тот человек, возвращение которого из Берлина он действительно ждал. Ладно. Фолькштайн о сегодняшнем его визите наверняка расскажет Граве, и тот станет действовать быстрее. Теперь еще одно дело. «Не может ли господин Граве выдать мне ночной пропуск?» спросил Самарин. «Граве для этого не нужен», улыбнулся Фолькштайн, и тут же по телефону отдал кому-то распоряжение немедленно выписать пропуск на имя Вальтера Рауха Коммерсанта. «Пока принесут пропуск, можно еще поговорить». «Как идут дела?» небрежно спросил Самарин. «Если откровенно плохо», вздохнул Фолькштайн. «Во всем страшная неразбериха. Я не раз думал, как хорошо, что мы с вами не затеяли то дело с мясом или кожей, все так запуталось. Мы призваны проводить здесь плановые заготовки для армии, а армия сама берет все, что ей надо, и в лучшем случае выдает какие-то идиотские расписки. К нам с этими расписками приходят латыши, а мы им даже сказать ничего не можем. Реквизиция вызывает недовольство не только у отдельных людей, но даже у местных организаций. Они пишут жалобы в Берлин, а потом попадают мне и моим коллегам». «Разве наша армия не была всегда образцом дисциплины?» спросил Самарин удивленно и огорченно. «Есть такое выражение, победители всегда правы», ответил Фолькштайн. «И сейчас, когда наша армия ведет в России новое грандиозное наступление, не так-то просто требовать от солдат какой-то дисциплины в здешних тыловых зонах. Кстати, как наши дела в России? Я тут совершенно оторвался от событий. «Дела отличные, наши танкисты уже купаются в Дону», ответил Фолькштайн. «Что это еще за Дон?» «Ну, я вижу, вы действительно оторвались от событий. Дон — это Великая Русская Река». «А Волга?» наивно спросил Самарин. «О, это тоже их Великая Река, и наши подойдут к ней в ближайшие дни, а там как раз город господина Сталина, Сталинград. А как с Москвой? Она упадет, как перезрелый плод, когда мы отрежем ее от Юга Сибири. Она нам уже стоила крови в прошлом году. Сведущие люди говорят, что задержка с Москвой происходит только от того, что за первый год войны мы потеряли цвет нашей армии, самые ее опытные боевые силы, это необходимо учитывать. Словом, у Москвы свой черед. Господи, кто же там у русских воюет, удивился Самарин. Я же видел в кино многотысячные стада русских пленных. В газетах называли какие-то миллионные цифры. Этому удивляетесь не только вы, задумчиво произнес Фолькштайн. Граве считает, что в этом деле серьезно оскандалился наш Абвер. Он дал фюреру неточные данные о ресурсах России, но ничего, сейчас этим делом занялись и служба безопасности, и гестапо. Говорят, рейхсминистр Гиммлер берет все это дело в свои руки. Давно бы надо. Так, совершенно неожиданно, сверх всякой программы, Самарин узнал весьма ценную информацию. Получив ночной пропуск, Самарин ушел, сказав на прощание, что его возможности ждать на пределе. Зайдя домой, он составил и зашифровал краткое донесение о разговоре с Фолькштайном. Это донесение Самарин рассчитывал сегодня отдать Ирмгардей. Он был уверен, что она базируется у Рудзита на улице Мартас. Она называла именно этот адрес. Но там ее не оказалось. В полуподвальной комнатушке, в которой еле поместили с кровати стул, он увидел высокого мужчину с настолько заросшим лицом, что определить его возраст было невозможно. Он стоял как-то странно держа с одной рукой за стол. Отняв руку от стола, он быстрым движением схватил стоявший у стены костыль и подставил его под плечо. У него не было ноги ниже колена. Деревянная культяпка с ременными пристяжками лежала на полу возле кровати. Самарин произнес парольную фразу. Рудзит на приличном русском языке сказал ответную и показал на кровать. Садись сюда. Он нисколечко не был ни удивлен, ни взволнован. Точно к нему каждый день приходили люди, которые вместо приветствия произносили малопонятные сочетания слов пароля. Самарин сел на скрипучую кровать и спросил «А где радистка? На что она тебе? Как это на что мне с ней работать?» Она живет на лесном кладбище. Смотритель кладбища ее родственник, но ты свои дела должен приносить мне, а от радистки сюда будет бегать девочка ее племянница. Она завтра как раз и прибежит. Ты должен сообщить радистке, в какие дни ей нужно присылать девочку. Рудзит сказал все это ровным, тепловатым голосом и той простой деловитостью, с какой люди говорят о любой обычной работе. Он помолчал немного и сказал «Да, вот еще, с восьми утра до четырех я на рынке возле главного здания, так что свои дела можешь приносить мне и туда, особенно когда срочно, тогда я и сам могу съездить на кладбище». Уже можно уходить, но Самарин медлил, всматривался в Рудзита. Кто он, этот латыш инвалид, по воле партии, оставшийся в занятом врагом городе, чтобы помогать опасной тайной борьбе с фашистами? Но сегодня Самарин ничего об этом человеке не узнает. Это произойдет позже, зимой, когда они вместе в этой же комнатушке услышат по радио из Берлина траурное сообщение о гибели в Сталинграде шестой армии Паульса. И тогда Рудзит вдруг засмеется и скажет «Из чужого горя себе радости не сделаешь» и пояснит. Это любил говорить мой товарищ по тюремной камере. Верные слова, верные. Самарин спросит «А вы когда в тюрьме сидели?» «Я немного сидел, всего два года, с тридцать восьмого по сороковой. Глупо попался из-за нее вот». И он покажет на обрубленную ногу. В тридцать седьмом было несчастье. «Рапина» «Рапина»